В нашем саду больше трех лет уже, и когда это все начиналось, на самом деле наши лучи радости прилетели из Челябинска. Это не просто так, это как бы такой лестничек был, именно не в гуманизмах. То есть это система, по которой многие детские сады во всем мире развиваются. Это где к детям прививается любовь не только к людям, но и ко всему живому. Это домашний, семейный детский сад, где мы стараемся привить ребенка именно ту любовь и заботу о ближнем, потому что у нас небольшая группа, где есть разный возраст, это от двух до шести лет. И здесь дети могут друг другу помогать, заботиться друг о друге, учиться любить, учиться дружить, учиться взаимодействовать с этим миром. Мы используем разные методы, разные методики. Одна из методик — это Монте-Сори, когда дети могут погружаться в процесс самостоятельно, и воспитатели им не мешают. То есть у нас даже нет воспитателей, у нас есть помощники. Это тоже очень интересно. Дети к нам обращаются по имени, это тоже нормально, мы на равных с ними, и мы учим их взаимодействовать с этим миром на равных. И когда они выбирают себе материал, у нас не игрушки, а материалы, которые расположены у нас в определенных местах, и дети знают эти места, им очень важен вот этот порядок. То есть они приходят, они знают, где у них что лежит, где у них что находится, и они погружаются в этот процесс. Они сами выбирают, и мы идем за ними. Когда у нас есть видение, какой ребенок в 30 лет должен быть. И вот это важно — понимать, какими качествами он должен обладать, какими навыками, и что ему нужно будет тогда. Имея это видение, мы можем просто чуть-чуть ребенку подсказывать какие-то моменты, а ни в коем случае не навязывать ему что-то извне. Потому что он сам развивается. У него достаточно мудрости найти то, что ему сейчас, в данный момент, интересно. И для нас это просто создание среды в детском саду. То есть чтобы эта среда была такая, где ему легко, где ему как дома, где ему комфортно, где его любят и понимают. То детский сад лучи радости — это отличное место для того, чтобы мой ребенок развивался, рос в благоприятной среде. А еще известно, что психологи говорят о том, что спокойная среда, бесстрессовая среда является лучшим ускорителем развития детей. И поэтому для меня выбор очевиден. Я знаю, что когда я отложу своего сына в детский сад лучи радости, к нему будут относиться с уважением, с любовью, что его хорошо, вкусно накормят полезной пищей, что он там получит необходимые стимулы для своего развития, что у него будет среда для общения с верстников. В общем, это отличный детский сад. Очень важно ребенку получать правильное, полноценное питание с самого маленького возраста, как и здесь. И у нас как раз в детский сад основан на том, что мы очень много фруктов, овощей даем детям. Питание разнообразится за счет того, что мы компонуем, если это, допустим, горох, то мы его там с рисом обязательно компонуем, полноценный белок, то есть таким образом ребенок в течение дня получает практически все, что ему необходимо. У нас прекрасная площадка, которая огорожена зоной, где играть можно с мячом, потому что мы часто играем с мячиком, абсолютно со всех четырех сторон, как огорожен, то есть безопасно в ходу машин, если что касается. И у нас очень много различных малых форм на площадке. Это и горки, это и карусели, и машины, и качели. Это то, где дети прям могут оторваться. То есть это то счастье, которое они получают от общения друг с другом и с тем пространством, которое есть. Это здорово, когда ребенок может именно все свои фантазии воплотить в жизнь, и мы им просто помогаем. Мы едем путешествовать на этой машине в какую-нибудь Африку, и он уже представляет что-то. То есть это просто то, как мы играем, мы учимся, играя. Наше взаимодействие с этим окружающим миром – это вот наша жизнь, маленькая жизнь, где мы идем потихонечку маленькими шагами к счастью. Субтитры создавал DimaTorzok